Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых значимых и интересных трансферах, состоявшихся в России за последнее время. И сосредоточимся на московском локомотиве, который, ну скажем так, серьезно всех удивил, подписав Ивана Игнатьева. И главный вопрос, который сейчас возникает у многих, а нахрена? Вот просто по-другому и не скажешь. Некоторые пытаются отшутиться, мол, появление футболиста с фамилией Игнатьев это добрый знак, ну потому что Игнатьев в свое время был отличный правый защитник, в локомотиве сейчас появится новый Игнатьев. Но если отбросить шутки в сторону, ну по факту действительно очень-очень странно. Человек, который в последнее время стал скорее героем шуток и анекдотов, который забивает один мяч за год и который ничего не показывает на футбольном поле, сейчас попадает в команду. Ну который имеет очень серьезные амбиции на следующий сезон. Я считаю, что локомотив один из лучших составов на данный момент в России и зачем такой персонаж там, не совсем ясно. Человек, который был буквально выкинут из команды ФНЛ, из Рубина, сейчас попадает в один из топовых коллективов РПЛ. Загадочно. Давайте это обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор компания Балтбет, который предлагает вам специальную акцию. Специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, мне хотелось бы отметить, во-первых, что этой сделке я тоже был удивлен. То есть не пытайтесь меня обвинить в том, что я пытаюсь как-то пролоббировать интересы Игнатьева или как-то его обилить. Тем более, что у него, по всей видимости, настолько гениальный агент, что ему можно только позавидовать. После стольких провалов, после стольких факапов найти себе новый клуб, причем локомотив. Но это дорогого стоит. Да, конечно, здесь мы можем сделать ссылочку на то, что полная жопа в российском футболе, легионеры не едут, отечественных исполнителей не так много. Но на мой субъективный взгляд, варианты все равно были. И варианты куда интереснее, чем Игнатьев, который врубение нихрена не показал, который вроде как имел шанс перезагрузить карьеру в крыльях. Особенно после того, как крылья потеряли Сергеева. Это ему тоже не удалось. То есть, в общем, сейчас для многих Игнатьев это списанный материал, это герой мемов, герой шуток, человек с пивной вот этой вот бутылкой, который танцует на пляже и уже давно забыл о футболе. Однако, если говорить по факту, то здесь локомотив ничем не рискует. Локомотив не заплатил за Игнатьева ни копейки. Локомотив, я так понял, не платил каких-то подъемных Игнатьеву, либо его агенту. Но локомотив не выделил Игнатьеву какую-то огромную зарплату, как, например, была врубине. Насколько я понял, зарплата Игнатьева, скажем так, сократилась то ли в три, то ли в семь раз. И сейчас он будет получать около полмиллиона евро в год. Ну, это не самые большие суммы даже сейчас в наши кризисные футбольные времена. Поэтому Игнатьев теоретически все-таки может выстрелить. Давайте будем откровенны. В свое время в Краснодаре он был очень неплох. Тогда он был действительно хорош, он достаточно много забивал, отдавал голевые передачи. И тогда все смотрелось неплохо. Дальше что-то надломилось. И что-то, в первую очередь, в психологическом плане. То есть, талант Игнатьева все-таки никуда не делался. У него есть способности. Он это показывал в Краснодаре. Причем на крайне ограниченных игровых минутах. Забивал, отдавал голевые ассисты и так далее. Но дальше вопрос начался именно с психологии. А мы понимаем, что такие футболисты, они могут в какой-то момент, что называется, взорваться. Когда они поборют своих внутренних демонов. Когда они перезагрузятся и начнут показывать футбол. Вспомните Смолова. Сколько про него было шуток. Как он там забивал один мяч за два или три года. Или что там было. Там тоже была вот эта ситуация, что он почти не забивал. При этом все говорили, он молодой, перспективный, талантливый. Дайте ему шанс. Шанс-то давали, а он ни черта не показывал. И вот, пожалуйста, на фоне всего этого Смолов все-таки смог взяться за ум. И показал себя в Урале, в Краснодаре. И в итоге становился лучшим бомбардиром. Потому что талант у него всегда был. А психологические проблемы нужно было просто преодолеть. Игнатьев, кстати, в отличие от Смолова. Который в юные годы ничего толком не показывал. Все-таки был вечно молодым и перспективным. Игнатьев имеет уже определенный бэкграунд. Сильные первые матчи за Краснодар. Когда он показывал, на мой взгляд, неплохую статистику. Особенно в периоде на игровые минуты. То есть сколько у него времени уходило на то, чтобы забить мяч или отдать голевой пас. И Игнатьев таким образом уже проявил себя на взрослом уровне. Ему нужно только все это вернуть. Ему нужно в том числе и доверие. Потому что, опять же, сравнивая со Смоловым. Ну, Смолова выпускали. И он проваливался. Игнатьев же, ну, в том же самом Рубине, ему толком не давали шансов. Это очень странно. Кстати, при том, что у Рубина были колоссальные проблемы с составом. Но ему просто не давали возможности играть. В том числе. Если будет хоть какое-то доверие. Если будет психологическая перезагрузка. Возможно, это и сыграет. В конце концов, Локомотив ничем не рискует. И при этом Локомотив подписывает футболиста. Ну, который худо-бедно может там отыграть 10-20 минут в концовке. Подменяя основного нападающего Изидора. Ведь мы понимаем, что его берут не в основной состав. Я думаю, и сам Игнатьев это осознает. Изидор сейчас один из лучших футболистов России на своей позиции. Он уже заявил о том, что готов остаться в нашей стране и выступать дальше. То есть, в отличие от Кухты, у которого там были семейные проблемы и пришлось уехать. Здесь никаких проблем возникнуть не должно. И в этих условиях все понимают, что молодой Изидор, который здоров, цел, хорош, свеж и прогрессирует. Он будет ключевой функцией. Ключевой опцией в атаке. Ему нужен будет просто сменщик на кубковые матчи, на какие-нибудь встречи, там, когда ничего не решается и так далее. И с этой функцией, я думаю, даже нынешний Игнатьев способен справиться. А если он вдруг выстрелит, заиграет, ну, это будет только хорошо. Тогда локомотив может вернуться к формуле с двумя нападающими. Как в те времена, когда использовалась связка Кухты и Изидора. Можно будет делать какие-то варианты на будущее. Допустим, если Изидора продадут за хорошие деньги. Можно будет сделать ставку на разыгравшегося Игнатьева. То есть здесь троговая команда ничем не рискует, в принципе. И это, на мой взгляд, сделка, конечно, не самая удачная. То есть здесь сложно говорить в восторженных тонах о подписании Игнатьева. Но и хвататься за голову, кричать, какой ужас, наверное, тоже не стоит. Повторяю, Лока здесь ничем не рискует, а получить может все-таки достаточно много. У Игнатьева талант есть. И что еще очень важно, на мой взгляд, с точки зрения стилизации, истики игры, он должен неплохо подойти современному Локомотиву. Игнатьев – это человек, который настроен под достаточно комбинационный такой футбол, который был заложен в Краснодаре. И, в принципе, нынешний тренерский штаб Локомотива тоже пытается так или иначе использовать примерно такую систему координат.